В Казахстане будут строже следить за коронавирусной статистикой. Об этом заявили в Минздраве Республики. Актуальные данные будут известны в концу месяца. Минздрав Казахстана ежедневно публикуют данные о количестве заболевших коронавирусом и тех, кто выздоровел. Тем не менее, президент Касым Жамартукаев поручил ведомству в течение месяца предоставить статистику за весь период. Первый случай в стране зафиксировали в марте. С тех пор некоторые данные могли потеряться, поэтому информацию надо уточнить. Сейчас мы рассматриваем документы, чтобы ужесточить регистрацию и учет всех случаев заболеваемости и смертности. На сегодня, в связи с тем, что все медорганизации готовят и сдают годовые отчеты, мы каждый случай с положительным и отрицательным коронавирусом во всех базах смотрим и четко отслеживаем каждого пациента по индивидуальному идентификационному номеру гражданина и по этапам лечения. Поэтому сейчас идет большая работа. В конце месяца будут актуальные данные по коронавирусу. Упущение по статистике было летом. Врачам некогда было вносить данные в базу. Касым Жамартукаев дал поручение по празднованию 30-летия независимости Казахстана. Президент республики принял участие в первом заседании госкомиссии по подготовке к мероприятию. Он призвал не допускать расточительство и подчеркнул, что отмечать нужно в контексте начавшихся политических реформ. Сейчас в республике реализуется уже третий этап политических проектов. Он подразумевает ряд законов, направленных на демократизацию общества, в том числе социальный кодекс. В нем будут прописаны обязательства и минимальные соцгарантии для населения. От поручения дошкольного образования и до пенсионного обеспечения граждан, по мнению президента, осуществление экономической, политической и социальной модернизации будет самым большим подарком для страны. Казахстан отметит 30-летие своей независимости 16 декабря 2021 года. Реализуемая нами сегодня системная модернизация страны направлена на последовательное раскрытие потенциала людей в обществе, экономике, культуре. На это также нацелены последние изменения в сферах государственного планирования и управления. Мы будем поэтапно устранять все существующие дисбалансы и барьеры на региональном уровне, поскольку для построения сильного, независимого Казахстана нам нужны конкурентоспособные регионы и устойчивое развитие каждого города и села. В районе Белорусской атомной станции появится сеть сейсмических наблюдений. Она нужна для того, чтобы следить за геодинамической стабильностью. Сейчас около атомной электростанции работает временная сеть, но для эксплуатации станции нужна модернизированная и постоянная. Беларусь расположена в сейсмически спокойном месте, однако после аварии на Фукусиме атомные державы пересмотрели свои подходы к безопасности. В период с 2016 по 2018 годах Беларусь добровольно провела стресс-тесты по стандартам Европейского Союза. В ходе исследований проверили устойчивость атомной станции к внешним факторам, таким как землетрясения, наводнения и другие природные катаклизмы. В ближайший месяц запланированы визиты европейских партнеров. Их экспертная группа приедет на площадку, они хотят в рамках партнерской проверки проконтролировать или ознакомиться с теми реализованными проектными решениями на площадке, то есть убедиться в достоверности того, что наши проектные решения, они воплощены в жизнь и работают, и все оборудование необходимое находится в режиме боевого дежурства. В культурном центре Дом Москвы в Египте Ереване открылись бесплатные курсы русского языка для детей. Эти уроки отличаются от школьных. Курсы не дублируют школьные занятия, а дополняют. В феврале-марте бесплатные уроки посетят 120 человек. Столько же, сколько за весь прошлый год. И теперь на курсы приходят не только столичные школьники, а дети еще из восьми городов Армении. Задача не только популяризации русского языка, но и самая важная идея всего этого проекта заключается в следующем. Показать, что армяно-российский или русско-армянские, братские, дружеские вековые отношения, они действительно идут из глубины веков, имеют свои исторические и культурные корни. И мы не можем и не вправе не владеть русским языком, потому что он является языком межкультурного и межнационального общения тоже. Борьба с коронавирусом, она из тем заседаний Евразийского межправительственного совета. Он прошел в Алматы, причем главы правительства стран ЕС встретились в очном формате впервые почти за год. Перед этим они приняли участие в цифровом форуме. Работа, образование, покупки сотни сервисов и услуг ушли в онлайн. Пандемия в развитии таких технологий сыграла далеко не последнюю роль. Удаленка стала двигателем цифрового прогресса. А вот и конкретные примеры, сервис который открывает страны. С приложением «Путешествие без COVID-19» удобно ездить по России, Белоруссии и Армении. Результат ПЦР-теста всегда под рукой. При пересечении границы достаточно показать QR-код. Пример России Михаил Мишустин предложил присоединиться к этой программе и Казахстану. Но бок о бок с новым сервисами идут и новые вызовы. Главное – киберпреступность. Под угрозой персональные данные и коммерческая информация. Защита всего этого требует совместной работы. Впервые в форуме участвовал Узбекистан, пока в качестве наблюдателя. Страна тоже строит цифровую инфраструктуру, внутренняя торговля, тарифы и инновационные проекты. Эти темы тоже напрямую связаны с цифровой экономикой. Их уже обсуждали на межправительственном совете ЕАЭС. Но главное, о чем говорили – совместная борьба с пандемией. В Алматы приехали все руководители правительств государств Евразийского союза и стран-наблюдателей, кроме премьера Молдовы. Он участвовал в работе саммита в режиме видеоконференции. Более 90% государственных услуг уже оказывается в электронном формате. В период кризиса около 6,5 миллионов людей получили поддержку государства посредством цифровых систем. Школы и вузы перешли на дистанционный онлайн-формат обучения. Свыше 15 миллионов человек в Казахстане являются пользователями беспроводного интернета. Мы прекрасно понимаем – будущее за технологиями и инновациями. Различия стран в подходах к регулированию виртуального пространства не должны быть препятствием для совместной работы. Вопросы кибербезопасности следует решать, принимая во внимание глобальный транснациональный характер киберугроз. Европейская экономика в четвертом квартале прошлого года сократилась меньше, чем прогнозировали эксперты. Однако есть предпосылки тому, что она движется к еще одному, вероятно, более резкому спаду в первом квартале наступившего года. В третьем квартале 2020 года на фоне ослабления ограничительных мер ВВП стран Евросоюза вырос на 11,5% в поквартальном выражении. В октябре-декабре показатель сократился на 0,5%. Эти данные представила статистическая служба Европейского союза «Евростат». В годовом исчислении ВВП сократился на 6,8% в еврозоне и на 6,4% в государствах страны Евросоюза. На восстановление европейской экономики, считают специалисты, может понадобиться около двух лет. Самое заметное снижение в четвертом квартале прошлого года зафиксировано в Австрии и в Италии. Экономика Испании выросла на 0,4%. ВВП Германии в четвертом квартале подрос на 0,1% относительно предыдущего квартала, когда повышение составило 8,5%. Эксперты подчеркивают, что динамика ВВП в первом квартале 2021 года в первую очередь будет зависеть от жесткости антикоронавирусных ограничений успеха компаний по вакцинации населения. Американский автор-производитель General Motors приостановит работу трех заводов в США, Канаде и Мексике и вдвое сократит производство на заводе в Южной Корее. Причина – глобальный дефицит полупроводников. Как сообщается на этой неделе, остановятся заводы в Канзасе, канадской провинции Онтарио и мексиканском штате Сан-Луис-Потоси. Компания будет раз в неделю обновлять информацию о работе предприятий и рассчитывает в будущем компенсировать объемы производства. Однако представители General Motors предупредили, что в 2021 году производственные планы могут быть сорваны. В прошлом месяце компания признала, что ощущает последствия нехватки полупроводников. Микросхемы используются в производстве различных элементов автомобилей, и спрос на них растет на фоне расширения продаж электромобилей. Кроме того, дефицит полупроводников вызван резким повышением спроса во время пандемии на микросхемы для игровых приставок и бытовой электроники. Рейсы паромов, перевозящих грузы между Ирландией и Францией, участились в три раза с начала года. Резкий рост грузооборота произошел сразу после Брексита, поскольку перевозчики теперь предпочитают более простые маршруты, идущие в обход Великобритании. Паромы курсируют напрямую между Дублином и Рослером и французскими портами, такими как Шербур. Это избавляет водителей от бумажной волокиты и оставляет им больше времени для отдыха. До Брексита более 150 тысяч грузовиков перевозили 3 миллиона тонн грузов из Ирландии в другие страны Евросоюза и обратно по британским дорогам. Теперь ситуация изменилась. Возможно, речь идет лишь о временных изменениях. Но возникшие в британских портах задержки и простое уже привели к пересмотру привычных маршрутов ирландских перевозчиков. «Раньше всего три судна в неделю было. С 1 января стали через день приходить, а с конца прошлой недели – ежедневно». «Ежедневно, 5 семена – это ежедневно!» «Ежедневно!» «Раньше всего три субтитры создавал DimaTorzok» Продолжение следует...